Дело номер После Валиханова в районе пересечения с улицы Жебек-Жалы 23-летний водитель, управляя автомашиной марки «Лада», совершил наезд на трех пешеходов 36-55 лет и 51 года. После он оставил место происшествия и попытался скрыться, однако был задержан сотрудниками полиции. В результате полученных телесных повреждений 51-летний и 55-летний мужчины скончались в центральной районной больнице. Третий пострадавший, 36-летний, находился в тяжелом состоянии. Как оказалось в последующем, он также скончался в больнице. По данному факту, в Житогоринском РОВД ведется досудебное расследование по статье 345, часть 4. Назначены необходимые экспертизы. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана меропресечения в виде ареста. Расследование дела о смертельном наезде лимузина на пенсионера-охранника закончено сотрудниками управления дознания ДВД Кустанской области. Уголовные материалы по статье «Нарушение правил дорожного движения» сейчас изучают в прокуратуре и в ближайшее время направят в суд. Данный случай произошел 17 июля текущего года на автомобильной стоянке по улице Карбышева. Автомобиль-лимузин совершил наезд на 74-летнего охранника-пенсионера, который работал на данной автостоянке. Однако тогда сообщалось, что лимузин покатился сам и что в салоне автомобиля никого не было. Были назначены медицинская и автотехническая экспертизы. Однако в ходе расследования уголовного дела было установлено, что в момент движения за рулем автомашины находился 37-летний водитель, который двигался задним ходом и таким образом совершил наезд на мужчину. Следует отметить, что данный водитель, 37-летний водитель, ввел в следствие заблуждения. Несмотря на это, вина подозреваемого доказана материалами уголовного дела, в том числе проведенными следственными экспериментами, экспертизами и показаниями свидетелей, отмечают сотрудники ДВД. На процессе поддела об убийстве и расчленении двух человек допросили нескольких свидетелей. Напомню, обвиняемый Сергей Полиничко признан невменяемым. Процесс проходит его отсутствие, поэтому о возможных причинах совершения убийств и о болезнях обвиняемого в суду рассказал вызванный судебный эксперт-психолог. Из-за полученной еще в школе черепно-мозговой травмы, следствием чего стали головные боли, Сергей Полиничко состоял на учете в Кустанайской психиатрической больнице с 2007 года. Об этом на процессе поддела об убийстве и расчленении двух молодых кустанайцев рассказала эксперт-психиатр Нелли Бибакова. И усиление таких черт характера, как повышенная раздражительность, злобность, агрессивность, склонность к внезапным вспышкам агрессии. И вот он в связи с этим был направлен на военную экспертизу в 2007 году. Там он прошел полное комплексное обследование психолога-психиатрической. Ему был выставлен диагноз органическое расстройство личности с психопатизацией. И в том же году он ножом ранит человека, в отношении него возбуждает уголовное дело и вновь проведенная обязательная экспертиза подтверждает диагноз, но его признали вменяемым. Сам он на суде утверждал, что ничего о совершенном преступлении не помнит, и его на месяц отправляют на стационарную экспертизу в психиатрическую больницу, к чему он отнесся негативно и агрессивно. В больнице, по словам эксперта, он ни с кем не мог найти общий язык, был огражден от остальных пациентов. Диагноз и вменяемость вновь подтвердились и два года он провел в заключении. По освобождению с 2011 по 2013 годы он в связи с усилением головных болей проходил лечение в дневном стационаре больницы. Вновь врачи обратили на него внимание уже после того, как начались поиски Александра Самсонова. В январе этого года в отношении больничка была проведена новая экспертиза, и он рассказал, почему ударил Самсонова ножом. Он употребляли спиртные напитки, и вечером это уже было. Ему, значит, через какое-то время сильно заболела у него голова, появился какой-то гул у него в голове, в ушах, и он увидел лицо своего товарища, которое вроде бы это было его лицо, но при этом там появились какие-то рожки витиеватые такие. Ну и вот на фоне того, что он видел, страх, который он испытывал, он, конечно, совершил вот такое тяжкое преступление. По словам психиатра, полничка рассказал, что неизвестные голоса он периодически слышал с юных лет. Комиссия решила, что пациента необходимо направить на интенсивное лечение в психиатрические учреждения Алматы. Там его состояние расценивается как временное психическое расстройство душевной деятельности, потому что на этот период у него отмечается выраженное снижение настроения с появлением определенных мыслей о нежелании жить и совершить что-нибудь с собой. После интенсивного лечения комиссия диагностировала у полничка органическое бредовое шизофреноподобное расстройство и рекомендовала считать его невменяемым. Специалист напомнил о потерпевшем, что Республиканская психиатрическая больница специального типа – это последняя инстанция в Казахстане по определению вменяемости. Несколько характеристик подсудимой Зауреши Залдиной были оглашены в Кустанайском спецсуде, где состоялось очередное заседание по делу о заказном убийстве врача-психиатра Рашиды Сандыбаевой. В текстах оглашенных документов описаны стили работы и поведения Залдиной, а один из сидящих с ней за скамью подсудимых людей назвал ее человеком, способным на убийство. При изучении материалов дела о заказном преступлении государственный обвинитель зачитал текст явки с повинной Руслана Гафарова, которую он написал в апреле этого года. В ней он добровольно признается в том, что принял участие в убийстве Рашиды Сандыбаевой. Гафаров заявляет, что стал зависим от бывшей зав. отделения психбольницы Зауреши Залдиной, который сейчас находится на скамье подсудимых вместе с ним, после того, как она сняла его с медицинского учета. Она сказала, что я должен, и пришло время платить. И она сказала, что я должен убрать Сандыбаева, на что я ответил нет. Тогда она сказала, чтобы я нашел людей, кто это сделает. Людей я нашел, потому что переживал за свою семью и понимал, что она мне это доверила. И если я откажусь, мою семью тоже могут убить. И решил не рисковать семьей, так как она очень серьезная женщина, способна на убийство. В материалах дела присутствует и несколько характеристик на Залдину. Одна из них составлена ранее исполнявшей обязанности главврача Кустанайской психиатрической больницы Морал Даненовой. Кроме перечисления категории и заслуг Залдиной, в документе говорится также и о взысканиях, вынесенных ей, за ненадлежащий контроль над работой медперсонала, чрезвычайных происшествиях в отделении. В работе специально использовала авторитарный стиль руководства, нарушала этика диаметологические нормы и правила. При обращении с пациентами и их родственниками допускала грубость, бестактность, сленговые выражения. В период работы с заместителем главного врача по лечебной работе с 5 января 2016 года по 1 января 2016 года Залдина неоднократно превышала должностные полномочия, была нетерпима конструктивной критики. В характеристике сказано, что среди сотрудников психиатрической больницы Залдина пользовалась избирательным авторитетом. Еще один подобный документ характеризует подсудимую абсолютно по-другому. Написано было раньше и особый интерес вызывает то, кем он был составлен. За время работы показала себя как стремящаяся к владению новыми для нее знаниями психиатрии с больными и их родственниками вежливо и корректно. Быстро лилась работа отделения. Отношения с сотрудниками ровные, пользу уважениями и авторитетом. Исполнительная, безотказная, добросовестно обучаемая. Главный врач Сандыбаева. Процесс изучения письменных доказательств о материалах дела, напомню, состоит из нескольких десятков томов. Продолжится и на следующих заседаниях. Более четверти тонны наркотиков изъято сотрудниками Кустанайского департамента Комитета национальной безопасности в ходе спецоперации. Таким образом был ликвидирован канал поставки запрещенных веществ в регион. Почти весь немалый объем марихуаны уничтожен в огне в присутствии специальной комиссии. Немедицинские вещества в целях безопасности на машине скорой медицинской помощи доставили в котельную одного из пригородных учреждений города. Особо крупную партию наркотиков сюда привезли сотрудники Кустанайского департамента национальной безопасности для уничтожения в сопровождении бойцов ведомственного спецназа. Уважаемые участники комиссии, внимательно смотрим, при вас скрывается, туда поставить. Специальная комиссия убедилась в том, что в 15 полиэтиленовых мешках содержится именно марихуана. От всего изъятого объема ранее была отобрана и прикреплена к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств небольшая часть партии. Основной объем, как обычно в подобных случаях, решено придать огню. В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан осуществлено уничтожение особой крупной партии наркотических средств. 18 сентября текущего года в ходе проведения специальной операции пресечена преступная деятельность наркогруппировки. Изъято свыше 260 килограмм марихуаны. В качестве подозреваемого в причастности к транспортировке наркотиков, по словам сотрудников ДКНБ, был задержан житель Рудного. Сами запрещенные вещества были доставлены в область вместе с грузом товаров. Тем самым ликвидированы устойчивые каналы поставки в область из южных регионов Казахстана наркотических средств каннабистной группы. В случае удачного сбыта наркоторговцы, по примерным оценкам специалистов, могли незаконно обогатиться на 13 миллионов тенге. Кто конкретно перевозил наркотики, на чем и где они были найдены, пока в интересах следствия не сообщается. Напомним, в этом году в ходе двух предыдущих подобных акций были уничтожены почти полтонны наркотических веществ. На сегодня это все. В следующий раз смотрите нас ровно через неделю. До свидания. Пусть все у вас будет хорошо. Редактор субтитров А.Семкин